всем привет у нас сегодня анонс обновления получается тут все на английском а на русском плохо читаемо но читаемо в принципе давайте я сейчас не буду это читать мы зайдем в игру и в игре я собственно покажу где что поменяют так будет нагляднее и лучше восприниматься в первое то есть добавлен новый пункт расширенные технические файлы черного рынка в магазине я магазин то здесь магазине у нас будет вот вот есть технические файлы черного рынка будут расширенные технические файлы написано содержит три технических файла черного рынка с доступным режимом автоматически автоматического исследования. То есть, я так понимаю, будет в одной коробочке три таких коробочки, и поставил их исследоваться, они автоматически сами там исследуются. То есть, не надо там заходить, каждый раз щелкать, чтобы дальше исследоваться, заново исследоваться. Это понятно. Следующее. Размер флота у нас, получается, увеличится до 400. Идем сюда. То есть, если сейчас мы говорим создать флот. Выбираем, допустим, все, что у нас есть. Так, и у меня не хватает. Вот он говорит, командные очки 251 из 300. То максимум станет 400. Для того, чтобы получить 400, нам надо будет здесь вот, как раз таки, в девятой зоне будет новый объект. Называться будет полевой командный центр. Ну, или что-то такое. То есть, это как перевод показывает. У этого полевого командного центра будет 10 уровней. И за каждый уровень будет давать по 10 очков к максимальному размеру флота. Ну, и стоит, наверное, будет тоже, наверное, много. Не написали в анонсе, сколько он будет стоить. Далее. Будет увеличено максимальное количество командных очков до 1300. То есть, вот здесь, где у нас военный порт. Сейчас 1050. Будет 1300. Для того, чтобы его увеличить до 1300, получается, вот этот военный порт. Вот он. Пятого уровня. У него будет максимум уровень десятый. И за каждый последующий уровень, то есть, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, будет даваться плюс 50 командных очков. Это хорошо. Как бы, вот это радует. Единственное, еще бы добавили бы побольше очков действия. Было бы вообще замечательно. Ну, хотя бы и так. Тоже неплохо. Потому что уже действительно во флота не влазят все кораблики. Все, что есть чертежи у многих, их как бы не отстроить. Потому что не хватает военного порта. Вот разработчики увеличили. И я думаю, это правильно. Далее. Далее у нас еще идут анонсы по платформам. Давайте перейдем. Куда-нибудь вот сюда. Вот он. Незанятый ресурс. Построить. У нас есть базовая добывающая платформа, усовершенствованная и передовая добывающая платформа. Вот. Теперь получается объект, который дает нам доступ к этим платформам, его разделят на три объекта строительства. Вот он. Командный центр добычи. У него сейчас 8 уровней. Он станет второго уровня. Командный центр добычи. То есть максимальный уровень будет второй. Дальше добавят исследовательский центр добычи. Он будет тоже. У него будет максимум 2 уровня. И еще будет один. Это исследовательский центр перерабатывающей платформы. Примерно такое название будет. У него тоже будет 2 уровня. Соответственно, за командный центр добычи 2 уровня нам дадут 2 базовые платформы. За исследовательский центр нам дадут 2 улучшенных платформы. И за исследовательский центр перерабатывающей платформы нам дадут 2 продвинутых платформы. Соответственно, у кого этот модуль уже вкачан до восьмерки, то эти очки просто перебросят на последующие постройки. То есть на вот этот исследовательский центр и на исследовательский центр перерабатывающей платформы. То есть ничего строить не надо будет. Вам просто их перераспределят. То есть вот этот вот восьмой уровень перераспределят на остальные оставшиеся 2 здания. А этот уменьшен до второго уровня. Поэтому вот это как раз таки плюс. То есть разработчики подумали о людях, что не надо им строить. Заново будут эти сооружения. Потому что и так как бы много времени ушло на строительство. Так. Сейчас найдем где-нибудь ресурсы. Замечательно. Получается, смотрим. Базовая добывающая платформа. Их станет у нас 2 штуки. Сократят с 4 до 2. Усовершенствованная добывающая платформа. Также сократят с 4 до 2. И передовая добывающая платформа увеличит на 1 штуку. Будет также у нас 2 добывающие платформы. Хоть в одновлении и сказано, что там сказано так. Уменьшат с 2 до 1. То есть если переводчик. Это там косячное написали. На самом деле увеличат до 2 штук. Усовершенствованная добывающая платформа. Что она делает? Она уменьшает уровень астероида на 1. То есть вот здесь у нас уровень 5. И мы можем добывать его большим служебным кораблем. Если он будет уровень 4. Мы сможем добывать его средним служебным кораблем. И кроме этого. Усовершенствованная добывающая платформа. Дает следующий бонус. То что вот этот 1 астероид. Сейчас мы можем его копать только 1 кораблем. Но после обновления мы сможем отправлять туда больше, чем 1 корабль. Не написано какой максимум. Но я думаю, видимо там пока его совсем не окружат. Видимо хоть сколько. Передавая добывающая платформа. Работает так же, как усовершенствована. Только снижает уровень добываемого пояса на 2. Таким образом, получается, мы можем найти 6 уровня астероидной пояса. Поставить передовую платформу и добывать средним кораблем. Нормально. Еще их становится 2 штуки. То есть теперь мы можем делать каких-то 2 удаленных места добычи. И корабли будут добывать на этой платформе и сносить к себе. Ну, то есть не к себе. Вот в эту передовую платформу. Ну, то есть вам база, не надо быть рядом с вашей добычей. Вот в чем плюс. Также здесь можно будет вот один астероид добывать несколькими служебными кораблями. То есть в принципе поставили одну передовую добывающую платформу. Закинули туда все корабли. И они копаются у себя там. Копают, добывают вам ресурс. А вы этим временем воюете, захватываете города. Делаете, что хотите. Удобно. Единственное, что нужно смотреть, чтобы там... Никто вам не сбил эту платформу. Так, немножко попутно давайте я расскажу вам о платформах. Смотрите, у нас есть базовая добывающая платформа. У нее бонус к добыче 4%. То есть когда на ее площади добывает кораблик, он получает 4% к своей базовой скорости. Есть усовершенственная добывающая платформа. Когда на ней добывает кораблик, он получает 10% к своей базовой скорости добычи. И передовая добывающая платформа, когда на ней добывает кораблик, он получает плюс 30%, 30% к своей базовой скорости. Вот эти три модуля дают 60%, и еще платформа дает 30%, и того 90%. Почти в два раза быстрее наши корабли будут копать. Что еще сразу могу посоветовать? Поскольку можно будет копать сразу несколькими кораблями один и тот же астероид, то следует платформу размещать где-нибудь вот таких узлов, которые прямо в упор к платформе стоят. И желательно, чтобы их было несколько вокруг, то есть там 3-4 астероида, которые прямо в упор к платформе стоят, закинули на них всех рабочих, они просто стоят, добывают, разворачиваются, сгружаются в платформу, в передовую только, не в эту. Разгружаются в платформу и назад к добыче возвращаются. Прям ресурсы текут рекой, то есть прям самый оптимал, как использовать платформу и как добывать ресурсы. Далее, что у нас по обновлению. Теперь команда усилить. Давайте посмотрим. Команда усилить. Опа, создать флот. Смотрите, видите, оно ест 20 очков действий. Я говорю подтвердить. Он у меня съел 20 очков действий. Сейчас я это дело отменю. Вот он. Отступить, подтвердить. И мне 20 очков действий вернулось. Видите, как было 143, так 143 и осталось. После обновления, при возврате флота, таким образом, будет возвращаться только половина. То есть потратил 20, отступил, вернулось 10. Ну, чтобы вот таким образом не прокачивали себе батл пасс люди сделали, видимо. Вот здесь обычно батл пасс, где нужно потратить очки действий. И вот таким образом люди прокачивают батл пасс, просто отправляют в подкреп, отзывают, отправляют в подкреп, отзывают, и 6 тысяч очков буквально за пару часов делают. Разрабы это обнаружили и пофиксили. Пятый пункт. Тут добавлены модели резервных портов в зоне 8 и 9 на базе. Я думаю, это просто 3D-модели, которые там где-то у вас будут выглядеть, потому что у вас на базе есть еще дополнительный порт. Получается оптимизирован эффект вот этих рудодобывающих флотов, то есть, видимо, добывающие кораблики будут прям выглядеть, как будто они добывают. То есть, когда вы сделаете ближний вид в 3D, они, видимо, будут добывать. Исправленная ошибка обзора города. Сейчас объясню, что такое, что за ошибка обзора города. Как я ее понимаю. Вот у нас есть город Большая Аттика. Он наш, видите? Частично открыт, частично закрыт. Хотя город, в принципе, наш, союзный. Должна быть вся территория быть открыта, чтобы мы видели, что происходит. И я думаю, вот как раз-таки это поправят. Чтобы мы видели именно, что происходит на территории этого города. Не частично, где у нас там флота стоят, да? А именно полностью. Ну, вот, в принципе, это все у нас. Вообще, обнова хорошая. То есть, что мне нравится, что 400 очков теперь можно в один флот. В один флот набивать корабликов на 400 очков. Увеличили емкость станций. То есть, сколько можно построить флотов. То есть, до 1300. Единственное, надо будет потратить какое-то время и построить все эти здания. Увеличили количество передовых платформ до двух. Хотя, в принципе, там одно и вот за глаза, действительно. Но две. Ну, две и две. И тоже неплохо. Почему нет? И вот эта вот тема с уменьшением уровня. Это для новых серверов прям очень хорошо поможет. Почему? Потому что мы, когда вот двигались в центр, мы все ждали, чтобы у нас были большие корабли добывающие. Потому что в центре без больших добывающих кораблей делать нечего. А сейчас с этими платформами улучшенными, то есть, можно и не ждать. Есть средние корабли. Полетел, платформу поставил, начал ее добывать. Причем добывать ее начал сразу несколькими кораблями. Вообще красота. То есть, опять же, пропадет сейчас проблема с нехваткой добывающих мест. Когда там один человек себе там и там везде загробастовал места. И везде вроде копает. А другим людям места нет. То есть, им надо операции круглые ставить, чтобы копать. А круглых операций не хватает, потому что люди ведут активные боевые действия. То сейчас достаточно будет просто поставить одну платформу и все ресурсы добывать с одной платформы. Пока там не иссякнет запас этих ресурсов. Осталось единственное протестить, чтобы разработчики сделали, чтобы корабли добывающие автоматически переключались на следующий узел, на следующий астероид. Потому что если добывающие кораблики, там 10 штук, они напали на один астероид, все добыли и полетели на базу, ну это не дело. А вот если они все добыли и переключились на другой астероид, на этой же добывающей платформе, вот это будет тема. То есть, уже, я думаю, лучше уже никуда не сделать. Но, мне кажется, они это не учли и кораблики будут лететь на базу. Ну, посмотрим, увидим. Все, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok